Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Димон и Пумба. Сегодня мы выбрались за город в степи. Новочеркасска, Ростовская область. Это место, где вокруг города сплошная степь. Ну, иногда бывают речки, к которой мы сегодня и пойдем. Точнее, там небольшой прудик. И в полях летом очень много видов летит. Собственно, мы пришли сюда, чтобы бежит веселый бегунок. Ну, кроме бегунков, здесь также много интересных видов муравьев обитает. Поэтому мы пойдем куда-нибудь туда и посмотрим, какие виды маток мы сможем сегодня поймать. Или не поймать, узнаете в этом видео. Поехали! Сегодня хочу вам посоветовать офигенный ютуб-канал Экзотариум. Его автор рассказывает про содержание экзотических, опасных животных, которых вы можете встретить только на картинках в каких-нибудь красивых журналах. Он показывает их вживую и проводит интересные и захватывающие эксперименты. Любители пауков особенно будут ликовать, ведь материала про содержание этих членистоногих там особенно много. И как сейчас модно говорить, anyway, если вам нравится содержание редких экзотических животных, вроде пауков, сальпук, пираний и многих-многих других, то обязательно подписывайтесь на этот канал. Канал очень классный, с автором мы дружим, поэтому переходите и передавайте привет от Димона и Пумбы. Ссылка в описании. Ну вот, далеко, в принципе, даже отходить не пришлось. Здесь жнецы веселые живут. Выкопали прямо на дорожке муравейник. Он ярко так выделяется. Там, видать, грунт другого цвета. Но здесь просто камешки навалены такие. Кстати, под этими камушками иногда могут быть матки после лета. Они, конечно, муравейники под ними не, как бы так сказать, не основывают. Но под ними они могут отсиживаться сразу после лета. Так что, если лет был недавно, вы имейте в виду, что вот их здесь огромное количество. Мы их, конечно, за сегодня все, естественно, не перевернем. Но, но, теоретически под ними могут быть муравьи. Но вот это вот месоры. Их, конечно, ловить уже, естественно, поздно. Их надо ловить будет в следующем апреле. Я думаю, что мы сюда придем. Я просто не знал про это место. Но здесь довольно много, судя по всему, их муравейников. Ну, естественно, это поля. Причем поля, в принципе, бескрайние. Здесь только маленький участок перепаханное. А все остальное это поля целинные, вообще не паханные. И муравьев там, я думаю, очень много. Мы сейчас направляемся к пруду. Мой палец на себя фокус перебивает. Там вот находится маленький пруд. Я думаю, что там повыше влажности. Там муравьи должны всячески тусоваться. И там, возможно, будет какой-то лед. Друзья, ну мы идем, скажем так, по полевой дороге. Здесь поле такое с лесом сочетаемое. Нашли вот такую вот прекрасную матку. Лазиус, скорее всего, Умбратус. Предполагаю, что Умбратус. Я ее аккуратно очень держу. Вы за нее не волнуйтесь. Здесь на камнях еще бегают. Вот, например, вижу сразу бежит самец. А вот бежит еще одна матка. Где она? Ой. Вот. Вот она, под кустами. Самцы бегают такие маленькие. И маточки чуть побольше. Вон где же она прячется. Это елки-палки. Вот. Вот она. Вот она под камнем. Под камнем. Вот. Побежала. Мы их собирать не будем, потому что вид этот, он, скажем так, требует подкидывания коконов и так далее. В общем, здесь очень много маток бегает. Сейчас что-то как-то все потерялись, особо не видно. Вот еще один самец бежит, например. Вот, видно, что здесь идет лед. Соответственно, мы сейчас попробуем хотя бы этих маток пофоткать. Фотки вы увидите, естественно. А маток мы брать не будем, потому что поднимать их довольно сложно и проблематично. Ну вот, чтобы не быть голословным, вот, пожалуйста, одна матка бегает. Вторая вот здесь бегала, ее рабочий затащил. Вот буквально только что увидел. Вот там. Вот, ну вот, одна матка бегает. Точно. Здесь их много довольно. Вон, вон еще одна бегает там вдалеке. Я не знаю, видно ее на камеру, нет вообще. Ну, вот такие они. Они меньше нигера, причем значительно меньше нигера. Я бы сказал, что они чуть больше рабочего. Еще тут бегают компонотус какой-то. Скорее всего, эфиопс. Бегают жнецы. Много чего здесь бегает в полях. Попытаемся найти что-нибудь поинтереснее. Я думаю, что тут не только лазиус-умбратус сейчас летят, но и другие виды. Друзья, ну мы идем по дороге. Тут пруд такой вот интересный. Я тут по пути фотографирую. Не очень хорошо фотоаппарат видно. Здесь на дороге тоже ползают матки. Их тут полно. В основном, как я сказал, лазиус-неглектус. Но видел одну матку тетрамориума. Такой здесь прудик небольшой. Заросший камышами. Интересный очень. И мы вот здесь путешествуем, смотрим. Какой-то песок, какие-то норки здесь на дорожке есть. Матки тоже присутствуют. Вот, например, бежит. Это матка или кто? Да, это матка. Очередная матка. Как всегда, на самом интересном обрывается память. Приходится взять камеру у моего модератора. Там в кустах что-то шевельнулось, кажется. Здесь на самом деле очень много полей. И очевидно, что видов муравьёв здесь также много. Но вот сейчас по факту летят неглектусы всемогущие. И он самца неглектуса формика тащит. И тетрамориумы. Потому что матку тоже я здесь видел. Она где-то тут пробегала. Я её попытался зафоткать немножко. Но как-то не очень получилось. В общем, я думаю, мы дойдём куда-нибудь туда до конца дороги. Там какой-то перелесок такой есть небольшой. Мы попробуем там что-нибудь поискать. А пока, ну вот как бы так идёшь по дороге. Идёшь. Идёшь. Встречаешь что-то. Здесь матка бегала. Ну, бегают тетрики. То, что я не успел доснять, было осой немкой. Например, разноцветной. Но у меня вот память телефона оборвалась немного на неудобном моменте. Вот ещё одна матка. А, нет, это не матка. Это формика бегает. Ну, формиком здесь сейчас пир будет. Вот, они сейчас наедятся. Нафоткаю немножко. Потом вам буду показывать это всё на постобработке. Ещё одна формика. Вот это мессор бегает. Да, какой-то мессор. А вот, посмотрите, мессоры хомячат. А, это мермики. Какие мессоры? Мермики кого-то хомячат. И это, по-моему, матка как раз-таки, да? Ну-ка. Либо они меня не покусали ещё. Они жалятся больно. Ну-ка. Да, это матка, кстати, Лазиус Нигер. Здесь не приближает камера. Сейчас попробую на поверхность положить. Это матка Лазиус Нигер, даже не Ниглектуса. То есть, и Нигеры, видимо, здесь сейчас летят. Мермик здесь очень много. В общем, я это пофоткаю всё. Мы дойдём до того рубежа. И поснимаем что-нибудь ещё, может, интересное там найдём. Что бы вы ни думали, что это монтаж, я здесь, я живой. Вот он, я иду. И сейчас бы реально сделать ремейк того видео, где мужик идёт и рассуждает, философствует по полю. Но я этого делать, конечно, не буду. На сегодня всё. Такой вот выпуск в поисках маток получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно, пожалуйста, нажмите на колокольчик. YouTube пишет, что всего лишь 25% моих зрителей нажали на колокольчик. А значит, все остальные из вас уведомления просто не получают. Там есть две степени нажатия. Нажмите, пожалуйста, ту, что будет вам отправлять новости про, в принципе, все видео, которые будут выходить на канале. Огромное спасибо нашему злому модератору Ване за камеру предоставленную. Ну и на сегодня всё. С вами был Димон и Пумба. Да пребудет с вами матка и всем пока. Я в своём познании настолько преисполнился, понимаешь, что я как будто бы уже миллионы триллиардов лет обитаю на триллионах, миллиардах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен и... Узнайте родителей этих модераторов. Переверните там всё вверх дном.